Доброе утро, дорогие Рафы и товарищи! Вопрос десятки. Неважно, сколько мы требуем, Творец даёт нам то, что Он хочет, и когда Он хочет давать. Так если так, так почему мы тогда требуем? Почему нам необходимо требовать? Если бы ты не требовал, то ты не чувствовал бы реакцию Творца, потому что твоё требование — это Кли, в котором ты потом почувствуешь, что Он тебе отвечает. Поэтому наше требование называется подъёмом Ман, где мы тут изучаем себя, кто мы, каково наше желание, как нам объединяться, как нам обращать к Творцу ту самую просьбу, ту самую потребность, как Творец отвечает нам, мне или всем. мы постепенно начинаем связывать эти вещи вместе. Я в пути начинаю терять свою личность, свою индивидуальность, и начинаю чувствовать, что я спрашиваю вместе со всеми, я получаю вместе со всеми. и так постепенно мы объединяемся в понятие Единого, и тогда Единый получает у Единого. Мы в таком виде раскрываем Творца. Как бы это сказать? Наш период — это для нас главное не продвигаться лично, индивидуально, что только я, а именно насколько я устремляюсь за остальными, там я почувствую своё правильное будущее. И для нас главное раскрыть, что всё раскрывается именно в наше время в связи между нами. Поэтому мы так постарались выстроить мировую систему, чтобы мы были связаны по всему миру со всеми языками. Что главное — тот, кто хочет. И это ключ к успеху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...